Вчера произошли события, которые с одной стороны надо оценить как серьезный политический кризис, а с другой стороны попытка оказать давление. Были разные просьбы, в том числе, чтобы давали эфирное время, предъявлено и это время и так далее. Хочу вам сказать, что у нас нет специального закона, в котором все это прописано. Три из разных законов смотрят, и создана нормальная работа для проведения референдума. У этого никого не должно вызывать сомнений. Причина обострения, наверное, лежит в других плоскостях. Вчера указом президента, министра внутренних дел, отстранен от занимаемой должности прокуратуры, поручено расследовать его деяния. Происходящие события свидетельствуют о том, что президент хочет знать мнение собственного народа и не боится. На самом деле мы переживаем очень острый период. И не только в нашей стране. Это связано и еще с вызовами не нашей страны, происходящим кризисом вообще во всем мире. Я не буду повторяться. Мы все об этом с вами знаем. Правительство делает все, чтобы те серьезные социальные потрясения, происходящие в том числе и в социальной Европе, не распространялись на Абхазию. Хочу вам сказать, что наши действия, конечно же, во многом ограничены. Я сегодня приведу хотя бы пример к курсовому росту рубля и доллара. Повышение заработной платы и пенсии, они есть. Мы много раз об этом говорили. Но это недостаточно. Это мало. То, что касается нашего правительства, даже в этих условиях мы приступили к серьезным реформам. Первая серьезная реформа, про которую мы с вами говорим, к реформам управления или же к реформам создания системы инновационного управления государственными органами. Нынешнее действие по дестабилизации обстановки, но опасное для существования всего государства. На самом деле нам с вами не нужны потрясения. Нам с вами нужна спокойная работа, создание эффективного, уютного и комфортного государства. А у оппозиции к министру внутренних дел только одна предыдущая была? Это видео, аудио или может еще как-то? Знаете, когда говорят, что там криминальная ситуация ухудшилась, тоже надо разобраться. Криминальная ситуация у нас, конечно, я хотел бы сразу коснуться одного вопроса. Я лично испытываю чувство стыда за то, что воруют людей, а тем более женщин. И в этой связи, с этой точки зрения, она, конечно, ухудшилась. Но раскрываемость преступлений предыдущих вырос. И для этого есть, просто, объективные показатели. Субтитры создавал DimaTorzok